Какие долговременные последствия проявляются у женщин, прошедших 4 и более протоколов стимуляции? Как стимуляция влияет на пролоктиному и миомы, и аденомиоз? Какая вероятность имплантации донорского эмбриона у женщин из 42-43 года, эндометрий 7? Донорские эмбрионы качество 4АА, хорошие. Как вы оцениваете шансы на имплантацию эмбрионов 4BC, 3BC, 4CB качество? Какие последствия после протоколов? Сложно сказать, да, то есть на качество, на количество фолликулярного резерва, на количество фолликулов это не влияет. Помните, да, то, что это как бы за гранью нашего воздействия, к сожалению или к счастью, количество вот этих фолликулов, которые есть в фолликулярном резерве. Если стимуляция, да, вот своих клеток в протоколах ЭКО, она дает, да, вот если много этих клеток растут, они дают большое количество гормонов. В принципе, в самом протоколе это может увеличить, допустим, риск тромбозов, да, поэтому назначаются гепарины, препараты гепаринов. Поэтому часто не проводятся переносы в свежем цикле, если есть гиперстимуляция. А, да, в, допустим, ну, то есть на, в естественном цикле, без, если не переносить, если не делать перенос в цикле стимуляции, где, да, гормональный, вот, количество гормонов совсем другое, да, и риск тромбоза больше, то стараются все-таки, да, делать криво перенос, когда ситуация спокойная. Вот. И при такой гиперстимуляции риск тромбозов, например, сильно возрастает. Количество гормонов, которые выделяет каждый фолликул, эстрогены, да, оно достаточно большое, и оно на рост миом матки, на эндометриоз, оно оказывает, в общем, действие стимулирующее. Поэтому, если есть, допустим, миомы матки, и узлы достаточно большие, да, там индивидуально очень решаем, надо ли удалять узел, как нам поступить, да, сделать сначала стимуляцию. Ну, то есть, схема разная, индивидуально смотрится. Имплантация донорского эмбриона эндометрия 7, эндометрия не очень большой, донорский эмбрион сам по себе, там, знаете, ну, как бы, там много тонкостей, короче говоря, да, есть, мы смотрим, допустим, машины А1 класса, и по генам гистосовместимости с донорским эмбрионом здесь получается такая интересная история, что они могут быть, если обычный эмбрион, да, вот, наполовину, как бы, имеет гены мамы, то здесь донорский, он полностью по генам даже наполовину маме не соответствует. И здесь в плане, вот, иммунном, как бы, есть много вопросов, как это все происходит. Поэтому имплантация, ну, то есть, нет стопроцентной, да, вот, гарантии, что с донорским эмбрионом, потому что он эмбрион, да, вот, от женщины молодого возраста, все сразу, все будет хорошо, нет вероятности, что не скомпенсированы факторы иммунной системы или любые другие со стороны женщины, которые переносятся эмбрион, поэтому здесь нужно смотреть индивидуальные эмбрионы хорошие, да, вот, по качеству, который вы пишете, нормальные, хорошие эмбрионы. Поэтому, если есть, да, вот, то есть, вы можете обратиться к нам на прием, мы все посмотрим, мы обычно, ну, как бы, в идеале, если это до переноса еще все происходит, если мы все обследуем, и с учетом всех факторов подбираем терапию, подбираем такую схему, с которой вы идете в перенос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова